Ну давайте еще раз, с того же места. Юностью, с присущими юности задором и темпераментом, дразнящей дерзостью и детской шаловливостью, грустью хрупкой романтической мечты. В этом такте еще три четверти в этом такте. Так быстро играешь вот этот такт, что ощущается здесь уже просто две с половиной четверти. Как известно, в искусстве есть только начало и нет конца. И вот центральное телевидение попросило меня сказать несколько слов о Жене Кисине, с которым только что была проведена репетиция к следующему концерту, к следующей нашей новой совместной работе, к которой мы тщательно готовимся, и оркестр, и Женя. Это фортепианный концерт Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. С Женечкой тогда еще, Кисиным, мы встретились три года тому назад, впервые. За это время он очень вырос, как в физическом, так и в духовном смысле, и превратился в настоящего большого артиста. Поэтому те слова, которые мне хочется сказать сегодня, это будут слова не о Женечке Кисине, как о мальчике, с которым знакомы миллионы телезрителей и слушателей в разных уголках нашей страны, а это слова о мастере, об артисте. Мы знаем, что дети самые лучшие актеры, дети именно несут свою собственную правду, свою собственную веру в искусстве, заражают ею публику, слушателей. Дети все делают просто, естественно. Сейчас, по прошествии этих трех лет, я могу сказать, что Женя Кисин превратился в Евгения Кисина именно потому, что если раньше он играл только интуиции своей, богатейшей, а мы знаем, что и в науке, и в культуре, интуиция приводила к величайшим открытиям, но потом нужно осмыслить их. Мне кажется, что сейчас Евгений Кисин находится в такой стадии, когда он стал осмысливать свое искусство, когда он стал думать и анализировать. Его пианизм очень многогранный. Здесь есть и тончайшие нюансы шопеновской лирики. Удивительная скромность и глубокая проникновенность шубартовской фразы. Может быть, еще это и потому, что когда Женя соприкасается с творчеством того или иного композитора, Шопена, Шубарта, Бетховена или Моцарта, или Шостаковича, как в данном случае, он соприкасается с его душой. Может быть, ближе соприкасается, чем многие другие артисты. И мне кажется, что Евгений Кисин обладает огромным духовным потенциалом. И при накоплении репертуара, при знакомстве с еще большим количеством сочинений, при том опыте, который постепенно складывается из концертов, а ведь эстрада – это самый серьезный учитель, и будет складываться успешно его дальнейшая судьба. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!